Знаете ли вы, сколько наименований изданий было сто лет назад? Какими они были? О чем сообщали? Были ли популярны? А главное, как они прошли огромный путь эволюции до современного образца? На все эти любопытные вопросы давали ответы мэтры Пера, люди, которые не один десяток лет посвятили журналистике. Среди них известный журналист, поэт и главный редактор газеты «Брестский курьер» Николай Александров. В своем выступлении он не только рассказал, но и показал гостям собранные лично подлинные «Брестские газеты» того времени. Поведал и о типографиях. У нас есть свои особенности, есть свои черточки, характерные только для Бреста. Есть целый спектр изданий, газет, которые выходили здесь. И столько было издано книг в наших брестских типографиях, даже вот за этот небольшой вроде бы период. Я составил библиографический список, там десятки изданий самых разных направленностей. И учебники, и научные пособия, и художественная литература, и какие-то там для военных всякие разные памятки и так далее. Николай Александров много лет исследует интересную тему, обладает фактами уникальными. Ими мужчина поделился собравшимися. Оратор убедил гостей в том, что Брест имеет богатую историю прессы, что для города того периода характерна высокая нравственная и духовная культура. И, следовательно, огромный интерес к качественной литературе. История в газете, газета в истории. В названии проекта заключен глубокий смысл. Обращаясь к изданиям разных лет, можно проследить, как менялись события, как развивался город Брест. В то время, в конце 19-го, в начале 20-го века, единственным средством массовой информации, это была, естественно, газета. О чем говорили газеты того времени, о чем говорили, в частности, брестские газеты, чем жили люди того времени, что их интересовало. И, накладываясь на наши современные впечатления, от современной жизни, можно сопоставить, чем жили люди тогда, чем жили сегодня. Но, я думаю, это будет в любом случае интересно. Журналистка и поэтесса Любовь Павлова свое выступление озаглавила как «Живая история Брестской журналистики» 1980-2000-х годов. Интересные факты, поведанные мастерами опера, были подкреплены наглядными примерами. Издание этих лет представило вниманию гостей и Брестский областной краеведческий музей. Выставка будет, на самом деле, вот она уже есть здесь, рядышком. Выставка интересная, выставка особая, с определенным сопроводительным текстом. Нам расскажут о неких интересных событиях, которые имели место в Гродненской губернии, а мы входили в состав ее. Ну и в конце мастер-класс по печатанию на печатной машинке второй половин 20-го века. Новый проект под названием «18-й квартал. Инициатива долгосрочная. Познавательных встреч» Брестский краеведческий музей запланировал немало, вплоть до 2019 года. И все они будут посвящены любимому городу. Встреча третья подразумевала экскурс в историю во главе угла периодика Брест-Литовска 1900-1915 годов. Сотрудники музея с каждым разом убеждаются, встречи, организованные для брещан, вызывают большой интерес. В работе над грядущими проектами они призывают горожан быть активными, принимать участие в подготовке материалов и любопытных тем. Продолжение следует...